Спасибо большое, Екатерина Александровна. Укажаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию сообщение на тему фармакокинетика и методические аспекты эхоконтрастирования. В своем докладе я хотел бы осветить несколько пунктов. Прежде всего, фармакология не может быть без классификации, поэтому уж извините, но пару слайдов я классификации посвящу, ультразвуковых контрастных препаратов. Несколько слов о том, как подготавливается и выполняется инъекция ультразвуковых контрастных препаратов, какие параметры влияют на качество изображений при проведении эхоконтрастирования, и буквально несколько слов, поскольку это больше технические аспекты, какие существуют алгоритмы обработки сигнала в исследованиях при применении контрастирования. Классификация ультразвуковых контрастных препаратов. Первыми ультразвуковыми контрастными препаратами были препараты без оболочки. Лев Николаевич уже говорил, что было это достаточно давно. И тогда использовался так называемый бабл-тест, это хорошо известно эхокардиографистам, да, по сути, взболтанный физиологический раствор, который вводился в вену и контрастировал правые отделы сердца. Понятно, что через легочный капиллярный круг эти безоболочечные микропузырьки воздуха пройти не могли, соответственно, большое артериальное русло наблюдать при использовании этого метода было невозможно. Но методология микропузырьков сохранилась, и дальше исследования были направлены по пути стабилизации этих самых микропузырьков. Появлялись микропузырьковые контрастные препараты с твердой оболочкой, полимерной или протеиновой. На сегодняшний день остается только из этих препаратов аптизон, поскольку вот сами химические вещества, входящие в оболочку, они оказались достаточно аллергенными и, к сожалению, от этих препаратов постепенно отказались. Перешли к препаратам второго поколения с мягкой оболочкой. Сначала это были полисахаридные, но тоже по соображениям безопасности, в первую очередь острых реакций, эти препараты постепенно ушли. То есть группа фармакологических контрастных веществ, в общем, она имеет такое определенное развитие. И на сегодняшний день основные препараты с мягкой фосфолипидной оболочкой, поскольку это фосфолипиды, входящие в составы мембран клеток организма, то, в общем, химически это молекулы небелковой природы, то мы не видим острых реакций при введении этих препаратов. И на сегодняшний день это препараты Соновью, Дефинити и Сонозоид. На экспериментальном этапе находятся нанопузырьковые препараты, но у них другая фармакокинетика, и на сегодняшний день коммерчески доступных их не существует. Ну, вот вы видите, что с 1993 года большое количество препаратов выходило на рынок, но вот эти все, получается, что даже большая часть из классификаций, к сожалению, по соображениям безопасности, были отвергнуты, и на сегодняшний день мы их не используем. Что касается серы гексофториды, это действующее вещество единственного зарегистрированного на сегодняшний день в нашей стране ультразвукового контрастного препарата, то это тяжелый газ, который, вот микрофотография снаружи, как раз и окружают мембранные фосфолипиды. Фосфолипиды выстраиваются таким образом, что их гидрофобные концы направлены внутрь микропузырька, а гидрофильные наружу. И, соответственно, при смешивании с растворителем формируются вот такие вот микропузырьки, внутри находится газ, снаружи жидкость, соответственно, стенка микропузырька выполняет функцию границы жидкость-газ, что является отражающей поверхностью для ультразвуковых лучей. Ну, буквально, что из себя представляет серый гексофторит? Такое, может быть, интересное видео. Значит, вот у них в вот этой ванне налит серый гексофторит, и вы видите, что они, значит, сухим льдом сверху наносят сухой лед, и он не проходит, да? То есть серый гексофторит настолько тяжелый, что он не выходит из этой ванны. Вот сейчас они легкую такую, как бы, импровизированный кораблик из фольги положат. Видите, он совершенно спокойно плывет. Хотя внутри находится не жидкость, а газ. И вот он сейчас рукой это покажет, да? Таким образом, вот особенные свойства серого гексофторита и его крайняя гидрофобность позволяют вот использовать его в ультразвуковых контрастных препаратах. Под воздействием ультразвуковых лучей микропузырек меняет свой диаметр, осциллирует. Он то увеличивается, то уменьшается. И вот это является основным свойством, позволяющим впоследствии прибору отделять сигнал от контрастна и сигнал от ткани. Вот такие вот осцилляции ультразвукового микропузырька. Особенность этих осцилляций заключается в том, что скорость расширения или раздувания этого пузырька, она отличается от скорости его схлопывания. И ультразвуковой ответ, который мы получаем от микропузырьков, он носит так называемый нелинейный характер, в отличие от ответа от ткани, которые носят линейный характер. И соответственно этот нелинейный характер поведения микропузырьков продуцирует вторичные, третичные и другие гармонические колебания. И таким образом результирующий сигнал при облучении тканей и микропузырьков содержит в себе вот эти гармоники. Впоследствии я буквально чуть коснусь о том, что ультразвуковой прибор умеет отделять фундаментальную частоту от частоты, которая продуцируется микропузырьками, их осцилляцией. И таким образом на экране мы можем обнаружить сигнал только от контрастного вещества, а современные приборы позволяют еще его параллельно с сигналом в B-режиме получать, что делает диагностику более информативной. В отличие от рентгеноконтрастных препаратов и парамагнитных контрастных препаратов, которые выходят за пределы сосудистого русла, распределяются в нежклеточном пространстве, ультразвуковые контрастные препараты, поскольку они являются микропузырьковыми, не выходят за пределы сосудистого русла, если нет повреждения стенки сосуда. Таким образом, это контрасты, которые располагаются только в кровеносном русле, и то, что нам удается визуализировать, это все уровни кровеносного русла от крупных артерий до капиллярного кровотока. И это немножко отличает фармакокинетику ультразвуковых контрастов от того, что мы видим при компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. Несколько укорачивается артериальная и портальная фазы, если мы говорим об исследовании печени. Это нужно учитывать при интерпретации изображений. В инструкции к препарату указаны противопоказания. Это гиперчувствительность, это сброс крови из малого круга кровообращения в большой, но и еще ряд состояний. Основным, наверное, является все-таки возраст до 18 лет, но по европейскому опыту могу сказать, что это такое формальное противопоказание, поскольку препарат в режиме оффлейбл за рубежом применяется у детей. Знаю, что в отечественной практике есть случаи тоже применения контраста у детей, но если мы говорим строго об инструкции, то вот возраст до 18 лет является противопоказанием. Ну и понятно, что пациентов на искусственной вентиляции легких нам трудно применять этот препарат, поскольку выводится серогексовторит с выдыхаемым воздухом. Как подготовить, выполнить инъекцию ультразвукового контрастного препарата? Ну что для этого нужно? Ну прежде всего, конечно, нужен сам контраст, да, вот. Но еще кое-что потребуется. Это раствор хлорида натрия, это шприц для раствора хлорида натрия, внутривенный катетер. А поскольку микропузырьки очень нежные и крайне чувствительны к повышению давления, то вводить через иглу обычного шприца невозможно. Мы используем катетер и желательно наибольшего возможного диаметра, да, но тут в зависимости от того, насколько вены пациента позволяют нам. И трехходовой кран, который позволяет подключить шприц с физраствором и шприц с контрастом одновременно для того, чтобы болюс создать наиболее короткий. Вот так вот выглядит в сборе эта система. Вот это шприц с контрастным веществом, в рабочем состоянии он вот такого вот молочно-белого мутного цвета. Это как раз говорит о том, что максимальная концентрация микропузырьков и шприц с физологическим раствором. Нигде не написано, но все так делают. Контраст вводится в прямой ход трехходового крана, физрилогический раствор в боковой, потому что даже вот этот вот угол в трехходовом кране может способствовать разрушению микропузырьков. Они действительно очень нежные. Если бы был препарат, я бы показал, насколько быстро их можно разрушить просто обычным, да, пальцевым нажатием. Вы берете шприц, затыкаете его отверстие, нажимаете на поршень, и раствор обесцвечивается. Это значит, что микропузырьки схлопываются. Вводить такой препарат бессмысленно, там микропузырьков нет, соответственно, контрастирования не будет. Какие параметры влияют на качество изображений при контрастировании? Прежде всего, это акустическая мощность, так называемый механический индекс, и еще ряд параметров, частота, частота кадров, фокус и усреднение по кадрам или персистенс. И поскольку под воздействием ультразвуковой волны очень большой амплитуды микропузырек раздувается до такого состояния, что он лопается и перестает существовать граница раздела жидкость-газ, то, соответственно, акустическая мощность, механический индекс является ключевым параметром при настройке прибора и при получении контрастных изображений. Ну вот пример, к какому компромиссу должны мы каждый раз подойти, чтобы исследование получилось информативным. Здесь показано несколько кадров по мере уменьшения механического индекса. Думаю, что вам это прекрасно известно. Есть на приборе или электронно, или регулятором вы можете уменьшить механический индекс, и вы видите, что изображение ухудшается, поскольку падает амплитуда ультразвуковой волны. Это в Б-режиме без контраста. А теперь, пусть вас не смущает, что это эхокардиография, потому что более показательно, а теперь посмотрите с контрастом. При высоком механическом индексе мы видим разрушение контрастного вещества. Оно происходит не полностью, потому что полость желудочка быстро заполняется, контрастом восстанавливается. Но по мере уменьшения механического индекса мы видим все более-более гомогенную картину контрастирования. Поэтому задача врача подобрать так эти параметры, чтобы и качество изображений в Б-режиме за счет уменьшения механического индекса и качество контрастного изображения были бы оптимально сбалансированы. Поскольку пациенты у нас разные, то это бывает иногда и не так просто сделать. Ну вот что происходит с микропузырьком. Это микрофотография при превышении механического индекса, он лопается. При механическом индексе меньше 0,2 пузырьки продолжают осциллировать и циркулируют в кровеносном русле. Напомню, что обычное исследование проводится при механическом индексе 1,1. Если вы включаете доплер, то это до 1,4. То есть в 5-7 раз выше, чем требуется для сохранения жизни микропузырька. И, конечно, это влияет на Б-режим. В суспензии микропузырьков находится разное количество пузырьков с разным радиусом. А поскольку радиус обратно пропорционален резонансной частоте, то таким образом суспензия микропузырьков позволяет нам работать на разных частотах и использовать и конвексные датчики, и линейные датчики для получения контрастных изображений. Особенность заключается в том, что микропузырьков с меньшим радиусом в количественном выражении, в объеме контраста находится меньше. Поэтому при использовании линейных датчиков с большей частотой мы вынуждены увеличивать дозу вводимого контрастного препарата. Иначе у нас контрастирования недостаточно. Но визуализировать сосуды и там, где мы используем линейный датчик при исследовании молочной железы, вполне удается. Особенно при современном ультразвуковом оборудовании. Что еще влияет? Фокус, поскольку даже несмотря на низкий механический индекс, ультразвуковые лучи так или иначе разрушают контрастное вещество. Поэтому если прибор однофокусный, то по задней поверхности очагового образования. Если два фокуса, то по передней и по задней. Частота кадров. Мы делаем все для того, чтобы максимально сохранить микропузырьки. Поэтому частота кадров наименьшая. Но это может приводить к нарушению кинопетли, изменению качества изображения. Поэтому усреднение по кадрам максимальное. Картинка немножко затормаживает, но зато она ровная и позволяет нам максимально сохранить контрастное вещество. А значит увеличить время нашего исследования. Потому что контрастное вещество выводится в течение 15 минут. Но те, кто работали, знают, что в течение первых 5 минут максимум нужно успеть посмотреть. Дальше уже, конечно, концентрация падает. Ну и какие существуют алгоритмы обработки сигнала. Я думаю, что коллеги, которые занимаются ультразвуковым оборудованием, гораздо лучше об этом расскажут. Но базовое состояние. На одной половине экрана мы видим как раз изображение для контраста. Это изображение B-режима. Вы видите, насколько он отличается от обычного B-режима в силу низкого механического индекса. Здесь это 0,6. Прибор на левой половине изображения вычитает сигнал от ткани. И мы видим только сигнал от контрастного вещества. И сейчас постепенно по мере попадания в образование контрастного вещества, по мере прихода контраста с кровотоком, мы видим, как постепенно начинает наполняться контрастом капиллярное русло этого очагового образования. И дальше оно постепенно-постепенно заполнится. Но вы видите, насколько эта картинка отличается от того, что было в начале. В идеале вот это вот левое поле должно быть практически абсолютно темным на уровне минимального шума для того, чтобы сигнал от тканей отсутствовал. Хотя я знаю, что существуют техники там, где наоборот доктору комфортнее, когда есть сигнал от ткани, и параллельно он видит наполнение контраста. То есть это уже как бы особенности, ну так скажем, кому как удобнее работать. Ну и опять-таки, вот я уже говорил о том, что вот эти вторичные и третичные гармоники аппарат убирает фундаментальную частоту и оставляет нам только сигнал от контрастного вещества. Вот это название тех опций и возможностей визуализации каждый производитель по-своему называет. Видите, огромное количество, да, в деталях разобраться порой бывает достаточно сложно. И по мере их совершенствования мы все интенсивнее и интенсивнее на экране получаем сигнал от контрастного вещества. И все меньшее количество контрастного вещества можем визуализировать. Что, в общем-то, в идеале, наверное, нам и нужно. Ну, буквально один пример. Variation Technique – это наиболее современные методы обработки сигнала. Здесь для того, чтобы вот эти вот вторичные и третичные гармоники были максимальны по амплитуде, подается импульс как бы вот плюс один, да, потом обратный импульс в два раза больше амплитуды, и потом опять импульс плюс один. Таким образом, если мы это просуммируем, то ткань нам дает нулевой ответ, а поскольку вот такие разные амплитуды, микропузырьки начинают активно осциллировать, и отраженный от микропузырьков сигнал по амплитуде увеличивается, и вот вы видите, вот этот сигнал от микропузырьков. Дальше прибор позволяет выделить фундаментальную частоту и вывести на экран только сигнал от контрастного вещества. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...